Никто не будет спорить, что счастье каждого из нас заключается в семье. Когда она есть, все остальные блага уже вторичны. Истинную радость мы испытываем только тогда, когда рядом с нами наши родные – муж и дети, мама и папа. Без них незначительными становятся все богатства на земле. Вот почему, по сути, День Семьи, который отмечается с 1994 года, является праздником всех счастливых людей. Семья. В пяти буквах заключено столько тепла и искренности, купаясь в которых, человек получает новый импульс для жизни. Семья – это тихая гавань, уютный домик, это источник любви. Именно наша структура, именно наш орган ЗАГС – это та основа, та база, из которой сходят, наверное, наши семьи. Именно в органах ЗАГС у нас рождаются и появляются на свет новые семьи. За полных четыре месяца этого года нашим отделом ЗАГС уже зарегистрировано 455 браков. То есть наш город пополнился уже почти на полтысячи практически семей. Брачный возраст у нас именно в городе Бресте, начиная с 2019 года, уже пять лет, он остается неизменным. То есть наши женихи и невесты, я считаю, что сознательно подходят уже именно к созданию семьи, к планированию дальше малышей и вступают в брак уже в достаточно зрелом возрасте. Именно с семьи начинается жизнь маленького человека. Здесь в роддоме проходит формирование его как личности. В Брестской области за 2022 год родилось 11 633 ребенка. Каждое рождение, каждый первый крик малыша – это большая радость для семьи. Но чтобы малыш появился на свет здоровый и радовал родителей, нужно с юных лет следить за своим здоровьем. К беременности нужно готовиться и обязательно проходить прегравидарную подготовку. Прегравидарная подготовка включает в себя, это обязательно посещение терапевтов. Это не только женщина делает, это делает обязательно мужчина. Посещение терапевта, посещение гинеколога женщинами, уролога-андролога-мужчинами. Хронические танцелиты, это нелеченные зубы, обыкновенный кариес, тоже можно давать осложнение беременности. Это белонефриты, ну то есть экстрагенитальная патология, почему очень важно посещение и консультация терапевта перед планированием беременности. Какими будут отношения между родителями и детьми, какие взгляды будут у родителей на окружающую действительность, как уважать и ценить друг друга. Эти и другие вопросы обсуждались в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на пресс-конференции с участием специалистов, деятельность которых связана с идеями праздника. А они, эти идеи, в том, что семья – самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. И никакая блистательная карьера и материальные блага не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплое объятие.